Здравствуйте дорогие друзья, подписчики, подписчицы, случайные зрители, если вы еще не подписались на наш канал, обязательно подпишитесь. В этом видео мы поговорим про марганцовку для аквариумов, как ее применять и многое другое. Марганцовка для аквариумных рыб является лекарственным средством против эктопаразитов рыб. Часто марганцовку используют для дезинфекции новоприобретенных аквариумных растений. Многие аквариумисты ее также используют для полной чистки аквариума. При этом концентрация во всех трех случаях совершенно разная. Для обработки растений используют 10 мг марганцовки на литр воды и оставляют растения в растворе на 30-40 минут. Для чистки аквариума 1 грамм на 1 литр воды. А вот для лечения рыб используют ванны. На 10 литров воды используют полграмма или на глаз до устойчивого розового цвета. Ванну принимают 2 раза в день по 15-20 минут. При этом от одного приема ванны до другого должно пройти как минимум 12 часов. Давайте вспомним при каких заболеваниях необходимо использовать такие ванны. В первую очередь это конечно же костиоз при различного рода язвенных болезнях и демотоксикозе. Перед тем как в ванну опустить рыбку, убедитесь, что все кристаллики растворились в воде. Вообще должно быть 2 ванны. Одна с раствором марганцовки, вторая с чистой отстоявшейся водой для ополаскивания перед посадкой в общий аквариум. Естественно любого рода ванны должны применяться под особым наблюдением аквариумиста. При этом обратите внимание на то, что на теле рыбки могут появиться пузырьки, пузырьки воздуха. Это нормальное явление. А вот если рыбка начинает штормиться, падать, заваливаться на бок, ведет себя неестественно, это ненормально. И ее необходимо из раствора марганцовки немедленно достать. Последнее, что хотелось бы заметить, не оставляйте на 12 часов использованную. Не экономьте на лечении, делайте свежую. При аргулезе схема лечения еще интереснее. Пораженную рыбку вылавливают из аквариума и заворачивают во влажную тряпку. Так, чтобы пораженные места остались открытыми. Удаляют либо руками вошь, саму вошь, или бывает пинцетом удаляют, после чего обрабатывают ранку слабым раствором марганцовки. Помните, что при этом важно следить за жабрами. Они должны быть влажными и не должны пересыхать. Пересыхание жабр вообще недопустимо. Для этого их необходимо периодически опрыскивать водой. Также марганцовку используют для лечения плавниковой гнили, но только совместно с солью. Данный метод очень эффективен на ранних стадиях заболевания. Таким образом, для ванн нам понадобится 3 емкости, в которые мы будем опускать пациента. Первая солью, дозировка 1 столовая ложка на 10 литров. В ней рыбки находятся примерно 10-15 минут. Тут хочется напомнить о том, что не каждой рыбке соль подойдет. Не каждой рыбке соль воспринимают как лечение, а некоторые могут погибнуть и опять же заваливаться на бок. После соленой ванны рыбкам достают оттуда и опускают в другую ванну, где находится уже соль и марганцовка. То есть два в одном. Слабо розового цвета марганцовка должна быть в этой воде. Во второй ванне рыбку держат до 5 минут примерно, после чего пересаживают в третью ванну уже с чистой отстоявшейся водой, которую можно взять прямо из аквариума для меньшего стресса рыбки. После этого рыбку пересаживают в общий аквариум и на этом все лечение заканчивается. На самом деле марганцовка одно из самых уникальных, универсальных средств. На этом в принципе и все, что я хотел вам сказать. Также хочу еще отметить то, что вспомните, как раньше делали ванны для детей, для маленьких новорожденных туда тоже добавляли марганцовку, это все неспроста. На этом все, всего вам доброго и до новых встреч, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok